Бегом, бегом! Господи, Слава Тебе! Милосердный Создатель, Ты позволил увидеть свет нового дня, которого никогда еще не было во Вселенной. Да будет благословен этот день, посети парализованных, умирающих, освети им путь, Царство Небесное, любовью Твоей, утеши их, облегчи страдания Сергея, Анастасии, Валентины и всех западающих молиться о них. И нас приготовь к исходу из этой жизни, чтобы мы помнили последний день, дабы не согрешать. Хвала Тебя, Отецственный, Святой Дух. Аминь. Поэтому утром, как планерка такая, можно сказать, у нас. Вот, смотрите, что я сейчас буду показывать. Я спрашиваю сегодня, пришел, Володя ведет занятия. Записывайте? Нет. Я прошу записывать все занятия. Они по-своему могут быть неповторимые. Там знатный человек. Значит, Полина, говорю, Марина записала там, кто-то насчитывает блаженного конфилакта. Конечно, без комментариев наших. Хорошо насчитывать. Я вчера послушал. Ну, надо и выводы это делать, но там этого нет. Они дальше не могут шагнуть. Вот, выпустили так, он от слова до слова так и читает. Несмотря на то, что там перечисляет он ереси, там, Бога Милы, которых нет на земле. Он читает их. Ты расскажи сегодняшних ереси. Слово Божие живо. Оно не мертвое, застывшее в форме догмат. Живо и действенно. То есть оно действует, говорит и действует. И мне Господь положил, что 900 лет блаженная фипела, давший миру это сокровище, может быть, думает там или скорбит, и как они дальше-то не идут. Почему они его живым не сделали мое слово? Библия стоит, а разговаривать со священником, они ее не знают. И священников, может быть, процентов 5 знают Библию, как должно. Я не знаю, ну, так примерно, из моего опыта. А это тысячи священников. То же самое архиереи, а те еще хуже знают. А ему некогда. Разводы там все это, стройка, храм, благословение, гости. Губернатор, он везде должен быть. Ему о душе думать некогда. И поэтому мы на руках молитвы даже знакомых нам архиереев. А чтобы растолковать и отдать комментарии, 900 лет никто не давал. И мне говорят, да как вы посмели? Я посмел. Я не потому посмел, что я смел, а потому что я молюсь. А мы не молимся, что ли? Я про себя говорю, вас я не знаю. Но разве вы не видите, что отстало то, что он говорил, касалось того времени. Это надо приблизить на сегодняшний день. И Слово Божие, оно нужно такого же толкования, что вот здесь. И вышел сеять и сеять. Кто? Это Марина. Вот она пошла сеять, Слово Божие говорит. И там не знает, и здесь не знает. И времени нет. Там цулька мучает. Какая ты христианка-то? Теперь обновленное крещение, он сидит, слушает. Понимаете, оно с себя попало в тебя, теперь это нести другим. Вот мне вчера только звонит одна с Воронежской области, там Людмила назвалась, трехтовник. У меня трехтовник-то кончается. Такого не было за 2000 лет. В одном комплекте с откровением толкования полное по всем святым отцам не было. По восьми примерах параметров наш Новый Завет не имеет аналога к первой литературе. Нету? Иллюстрации никогда не было. Тем более в раскрашенном виде. С подписями каждой картинки. А это не две, не три, а 240. Тем более в полный лист, без полей. Это мне Бог положил на сердце. Когда я думал это издать, я не знал, как сделать. А почему? А не к кому обратиться. Если бы кто-то создавал деревню православную, ну там, вам не знаю, когда менялась советская власть, мы бы поехали. Батюшка говорит, да ты не такой. Он говорит, согласен. Ну покажите, где такой, я съезжу опыты ему. Так а я не знаю. Это не ответ. Ты с чем сравниваешься со Христом? А в отношении к Христа мы все ничто. И вот теперь, когда Слово Божие в наших руках с толкованием, с комментариями, заучи. Примени, оживи. Вот выходит на меня сегодня человек. Вот вы говорите, что вас Бог все время слышит. Ну смысл такой. А вот в одном деле Бог вас не слышит. Я говорю, может слышит, но не отвечает. Почему 40 раз Господи помилуй? И как считают, Господи помилуй, Господи помилуй. А то Господи помилуй на разные интонации. Заразе так просят. Господи помилуй. Вы не можете представить. Вот фильм Иисус называется. Там это показано. Там кто озвучивал, который дублировал этот фильм. Там Михаил Ульянов, все артисты. Самые лучшие. Это лучший фильм. Какие я знаю. Точно цитируется по Евангелию от Луки. И вот там как раз говорится. Господи помилуй. Как он кричит. Он умирает. Проходит мимо. Ему говорят. Замолчи. Господи помилуй. Он кричит. Он не знает. Господи господин. Сын Иисуса. Иисус сын Давида помилуй меня. Что это идет. Бог во человечестве. Ни один человек этого не знал. Ни один. И Божья Матерь этого не знала. Она не знала. Она обращалась с ним как с обыкновенным человеком. И пришли взять его. И она среди них взять. То есть он рехнулся. С ума сошел. Из дурдома сбежал. Такое толкование. А теперь, теперь совершенно все другое. Я вот сейчас буду спрашивать наших любезных братьев, которые верующие. Скажите, 40 раз Господи помилуй. Имеет подтверждение в Священном Писании? Чтобы многократно повторять. Давай, Виктор. Ты сегодня утром читал Писание. Нет такого. Где? В Ветхом Новом Завете. Где это написано? Что 40 раз мы или 39, 38, 37 или. Где? Я по первой откуда. Владимир, где? Так, где? Сергей Павлович. Там даже наоборот опровержение. Воззови ко мне, и я услышу тебя. И Господь сразу отвечает. Теперь говорят, если человек начинает это опровергать, я знаю. Он учился в семинарии. Учился в академии. А для чего эти учебные заведения нужны? Они очень нужны. Оправдать любое безумие могут. Любое безумие они поставят в рамки закона и скажут, да, это так. Женщина ходит, ну у нее ширинка-то нет. Нету ширинки. А зачем ширинка-то? Она целиком спустит штаны, когда надо. И это не кто-то объясняет. А там Горхак, Смирнов и другие все. Все одинаково. Зачем не потерять пасху, свечки, церковный бизнес. Она не пришла, значит и денег нет. Бабки ничего не знают, только сидят друг друга, судят у подъезда. Но она приходит в храм, покупает свечку с этой визы на пенсии. А их много? Я просто говорю, задумайтесь об этом. И он мне в ответ говорит, а как же, вот мать Завидеева, она просила неоднократно, женщина-хананьянка, кричала так, что надоедала. И он в это верит, кто говорит. Почему? Он учился в семинарии. А если в академии, к нему не подойдешь. Я говорю, зачем ты вот здесь бреешься здесь? Да к бороду написано. А баки, это не к бороде, это к голове относятся. Он не знает, куда относятся. Ты посмотри, волос такой и такой разница есть. Ну, Бог делает так. Волос одного цвета или что-то. И здесь работает. Я не беру где-то, где ничего нет. А вот, волос есть. А тут все протерно, говорит, а долго спал на подушке. Он это оправдывает? Разводов. Один, только один, единственный момент, когда ты можешь развестись, но не обязательно. Когда жена тебе неверная. Неверная, где-то, говорится, на чужой постели лежала. Или к свою. Когда муж в командировке был, притащила. Муж в дальней поездке, я приготовила. Считай, притчи где-то. Убрала комнату, надушила ее. То есть он в командировке, аккредитированный взял. Пошли. Я тебя ждала здесь. Если он пошел, как пес на цепь, как олень на выстрел. Докольный стреладник пронзит его печенью. Соломон говорит. А я сидел и в окно смотрел сквозь жалюзи окна. Они его не видели. Это до сегодняшнего дня. Так вот смотри. Я этому человеку не стал ничего отвечать. Я отвечаю и вам. Если он просчитает, то узнает. Когда? Чтобы ответить на любой вопрос, тебе не обязательно всех святых особ даже считать. Ты сначала поставь. Кто сказал? Когда? Кому? С какой целью? Четыре вопроса всегда ставь. И ты уже половину разгадал. Половина тебя отказал. Кто это сказал? Господи помилуй. Хананиянка. Кто сказал? Когда сказал? Когда проходил Господь Христос, Богочеловек, которого они признавали только за хорошего человека, за исцелителя. А не его Богочеловеком или Богом? Ни-ни. Никак. Иисус сын Давида. Сын, который родился. Не его ли? Не молили ли дети? Все говорит о том, что они его не признавали. Да и апостолы не признавались. Он был пророк, сильный в день, а вот теперь его нету, когда они его маус шли. А Господь, когда явился, они сидят уже в воскресе и упрекал их за неверие. Упрекал. Эх вы, маловерная. И вот здесь как раз показано, что эти люди его не признавали за человеком. Она кричит, а он не отвечает. Она еще раз. Дочь моя бесновится. Помоги, Господи. Почему она сама с ней больная дочерь? Вот раз эта бабка никуда не на так, а Анастасия это не может. Так она не бросается. Она нормальная, ходит, ее не трогают, она совершенно тихая. А если он бросается в агонии в году, и это многократно испускает пену, когда он лежит показывать, как он трясется в фильме, это ужас. До 16 лет, говорит, не смотрят. Вот до 16 лет, что надо смотреть. Мы все смертные. Ребенку о смерти говорить ежедневно многократно необходимо. Почему? Писание так учит. Помни, если грешишь. Наша мама ничего не знала. Она знала, что мы смертные, будет суд Божий. И она показала, какой грех. Никогда. Отец наш чуть-чуть верил. Ну, за стол молился, за стола. Никто не знает, какие молитвы считал. И он говорил, выпьет. Хочешь, сынок, курить? Кури. Пить хочешь, сынок? Пей. Но не воруй, карты не играю. Узнаю, башку отшибу. А мы знали, он не угрожает. Это реально. И мы как огня боялись. Нигде ничего нет. Это воровать нельзя. О, что ты. Так вот, мама наша говорила, нельзя иметь дело с женщинами, с девочками, с мужчинами до определенного момента, пока родители благословят и полный, и будет законный брак. Как огня боялись. И во время греха Бог отнимет жизнь навсегда, вовеки. Бог говорит, терплю до конца, буду мучить без конца. Такой фразы нет, но она нет. По смыслу она есть. Ко мне всему будет. Все видимое и временное, а не видимое и вечное. Это наша мать вложила. И вот это вот сохранило. Я женщинам всем благодарен и удостови, что мимо меня не заметив прошли, взглянули лишь коса. Змеёй струящие косы. Зано за них не вошёл. И нечего того расшить. Понятно? Откуда? Я этому человеку должен сказать. Они кричали, повторяли многократно человеку. Беда, которая рядом. И они видели, она не исцелилась. Дождь беснуется. А сотеньку пришли. Не надо, уже выздоровела. А теперь не надо, дочь твоя уже умерла. Спокойно, я иду к вам. А теперь, пишет апостол, если мы знали Христа по плоти, то отныне не знаем. Знаете, как всё это? Это юридические слова, если их не объяснять. Знали мы Христа по плоти, а отныне не знаем, и никого не знаем. А какой смысл? То, что Христа знали по плоти. Он спал на возглаве, то есть уставал. Он жаждал, так и сказал, жажду. Он хотел есть, ученики пошли купить хлеба. Такого Христа мы уже не знаем, который пьёт, который ест, и который так и так. Никак. Вот отца Владимира Головина в городе Булгар там заняты. Напали. Вот маленькие, они начали спрашивать такое, что... Ну, а Господь-то это вот, он был на земле, ходил, он так же ел. И вот он бы так же стал ездить, да. Так он ходил тогда и какал. Ну, ученики, которые ничего не знают, он объясняет им. Ну, объяснить можно было, может, и другие места, он ответил. Да, он обыкновенный человек, всё так же было. Всё так же, кроме греха. А это не грех. Естественно, есть и естественно правится. А дети... Ну, дети задали такой вопрос. От монахи, от шевники. А куда они девали, когда оправлялись? Это спрашивают. И надо уметь, как ответить. И благоговеренно. Может быть, я его не сужу, но он очень умный батюшка. Я не знаю, я вижу, как нападает, я вижу, совершенно не спределил по зависти на его момент. Теперь мы его клевать будем. Так у него пасла сколько? И мы со всего мира едем. То, где там по согласию молитвы и прочее. Христа отныне по плоти мы не знаем. Ты это знал? Я смотри, не знал. Ты знал это? Да. Знал, считал. Это знает. И поэтому, кто сказал это? Она не ямко кричала, но Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Так, переведем на наш язык. Кому? К человеку, которого она не считала за Бога. Дочь на ее глазах. Когда сказала? Тогда, когда он еще не умер и не воскрес. С какой целью? Оселить дочь, не о прощении грехов. Хотя он говорил, прощаться тебе грехи твои, впредь иди и не греши. А люди не знали. А при чем тут грех? Просто мне понравился чужой мужик, да и все. А я разобралась, он космонавт был, или может там, ну космонавт от вас и не возьмет таких, а какой-нибудь наркомант подденет на рога свои. Такого Христа, того мы не знаем. Мы знаем, жизнь закончилась, биография Христа закончилась, она вечная. Понятно? И вот этому человеку, который мне это говорит, что 40 раз, Господи помилуй, а в армян 100 раз, 100. В 2,5 раза больше, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не знаешь, куда мне в воздух уходит, теперь релизание. Это реально, это я в семинарии был. Они тренируются, неверующие. И наступает момент, вечером приходят, а тогда бордели открыты были. Приехали сдавать экстерном, или как, экзамены заочно, а вечером пойдем по бабам, пастыри. Это мне пишет человек, который с ними вместе. И вы верите этому? Трудно не поверить, а поверить я, я это вижу. Он писал, там тебе один говорил, там трудницы, в монастыре бывают, приезжают, он идет баня для монахов, слышите, там женский визг. И он так настоятельно настоятельно говорит, да слава богу, хоть не мужики и там крещат. То есть, до 16 лет не допускаются. Так? Да, по сути, так. Вот так. Я сказал о том, что вам сгодится. Писание. Кто сказал? Напомните. Когда, кому, с какой целью. Четыре вопроса на бумажке запиши, и тебе картина уже быстро. А о том, о чем речь идет. Слышали? Повторим. Кто? Когда? Кому? С какой целью? Выздороветь. Все. Вот сегодня все работали. Вижу, Виталий идет с бутылками, колодец, который здесь есть. У них там нету. Я останавливаю. Виталий, а ты откуда идешь? Ну, вот туда иду. Где мы там есть. А ты чем занимался? Дрова кололся. Здорово, дрова кололся. Ну и дальше. Я хочу больше узнать. А во сколько вышли? Думаю, сейчас начнет путать меня. Точно? Я говорю, уже знаю это. Ну, это я того самого этого. А вот тебе и на. Не знаю. Я опять спрашиваю, во сколько встали? Ох, тут четко ясно. 4.40. А что? Помолились, считали слово Божие. Молодцы. А во сколько на работу-то вышел? Дров много наколол? Ну, это, вот это. А вот тебе и на. Не знаю. Еще смеешься, посмотри на него. Виталий, смотри на часы. У нас мы знаем, во сколько вышли, во сколько пришли. Без 27 они вышли. И дальше уже все как было. Я сказал, я работать не буду. Вчера накрутился, я позвоночник не наем. Но стоять я не буду. И там дишенька есть. И она в искушение вводит кое-кого. Красенькая такая. И смешивается прямо на улице. А коров гонят, тут мальчишки-то. Ну и бывает, эти ягодки двуногие берут. Доказывают, а птицы кривят двуногие-то. Ну, когда говорят двуногие, подразумевают кого-то другого. Я вот собрал вишенки. Дать вишенок по три штуки. А вот это, зашел к Виктору Николаевичу. Надо у него выкосить будет, зайти. Иначе, не дай бог, искра, и дом сгорит. А это, вот там у нас есть крыжовник. Его называют сибирский виноград. Его, правда, есть невозможно. А у него почти поспевший. И я думаю, можно здесь сделать сначала по пять, а потом посмотреть. А этих по три. Я моим пингвинятам все принес. Смотри сколько. Доставал, доставал. На высоко вишня. Внутри залез, до меня нет. И крапива там жжет. Это пингвинятам. И ни по чем все остальное. Садимся за стол. После этого я вам пригожу, что все принимают. На второе есть плов с мясом и гречневая каша без мяса. Салат. Кто ест с мясом, не берет простоквашу. Дети, дети, внимательно. Кому чай налез? Ну вы это говорите. Что будет чай, дети? То есть ты с мясом потом не берешь? Я оставлю на свои почечки. Нестор, еще раз по-русски. Мне не понятно, что ты просишь. Простоквашу с вареньем. Пока не ешьте, святую воду сейчас дадут. Так, малыша, молоко отдельно добавляйте. Помолейте и увеличивайте. А потом малышам по стакану, по утрам, каждое утро. По ложке, если вы когда-нибудь уже гоняйте. А воня расты. Все, а то, что вы. Так, кто отек? Я. Бери, друзья, воняйте. У нас вот есть рыба. Рыбанная. Рыбанная. Бальяна. Они нечищены. Вот так вот, животик надо разобрал. Вот так вот, с двух сторон пальцами догнул. Все пощищены. Малосольный. Кто хочет, может взять. Сейчас, мальчик. А теперь, Павел, с кем-то? Лови, с кем? Давай. Соколи? Да. Уберите, по рыбке. Падай. Так. Тебе просто квашу, просто кашу с вареньем. Вы чай будете, да? Да, ничего не чуть-чуть. Вы что будете делать? Нет, на коже вы хотите, соленая. Все время дела.